Всем добрый вечер, дорогие друзья! У нас уже на видео вечер. Я решила поджарить рожки с яйцом. Сейчас накладываю, а муж в это время там прикручил мне гвоздики, которые я вам чуть позже покажу. Оставались в холодильнике рожки с утра и решила их обжарить с яйцом на сковородочке. Очень получается вкусно. Напишите, кто так же делает или я одна такая. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Попросила мужа прикрутить два гвоздика, чтобы вот так вот вешать расчески. Вот влезла. Там еще два гвоздика, еще две расчески. Оксана, неси расчески, сейчас повесим. И будут они возле зеркала постоянно здесь висеть. Наложила макароны. Хочу сейчас обжарить с яйцом и с молоком. Яйцо с молоком смешаю, потом залью это и все. Поставила мясо для супа. Тут для тайсона буду варить. И чайник кипятить кипяченую воду. Готовим кушать. Дорогие друзья, всем привет. Решила себя показать. Я готовлю ужин. Сварю суп сейчас. Рожки с яйцом сделаю. Там не доели. А потом уже буду второй варить. Скорее всего, наверное, буду плов делать. Потому что рожки мне так ужин доели. А дети, конечно, просят рожки. Ну вот сейчас рожки с яйцом сделаю. А на второй все-таки еще приготовлю плов. Ну или что-то наподобие плов. Суп сварю. Не знаю, с чем. Дети просят с вермишелью и с яйцом. Но у меня яйцо закончилось. На магазин идти за яйцом. А уже неохота на улицу выходить. На улицу подмораживать опять начала. И да, по поводу сосисок хотела ответить. Многие написали, Настя, почему сосиски не сварила. Мы пробовали вот эти охотничьи колбаски сварить. Они невкусные, ребята. Вареные вообще, отвратительные. Поэтому мы их никогда не варим. Они, по идее, так очень вкусные. По поводу фотографии с киской. Там вот я сфоткана была. Не закрывай холодильник. Я его специально отключила, чтобы помыть. По поводу с киской фотографии. Это не наша кошка. Это лысая кошка у моей подруги. Мы только с Машей о такой мечтаем. Потому что она дорогая. Мы смотрели, в Перми можно за три с половиной взять. Но оттуда доставка ввести, это нереально. Подождите пока, хорошо? Идите, играйте. Я делаю рожки с яйцом. И супик. Будет вот такой вот у нас ужин. Ну, суп, конечно, еще на завтра останется. На раз-то яну не съедят. Так что вот так. Ваня играет, шеста, Марина тоже. По поводу комментариев, где у нас Катя, Маша с Окси гуляли. Ребята, я не отключала комментарии. Я даже пробовала включить. Но потом мне написала Оля, что комментарии опять отключили. Ютуб отключает в защиту детей комментарии, где есть дети. Я не знаю, почему только у меня. Вот я смотрела дневник приемной мамы. Канал Бровченко, семья Бровченко. Потом много мам осмотрела. Многие каналы, где есть дети. Там не закрыты комментарии. Я не понимаю, почему у меня закрывают. Но, видать, из-за того, что комментарии не очень. Поэтому, видимо, и закрывают в защиту детей. Я пробовала открывать, но открывается ненадолго. Поэтому вы уж извините. Но я в следующий раз, знаете, как мне вот подсказали сделать? Если комментарии закрываются, делайте ссылочку на сообщество с этим видео. И комментарии будем там, как я писать. По-другому, потому что я не знаю, ребята, как. Так что будем вот так вот. Ладно, продолжаем готовить кушать. Так, нарезала уже картошку, почистила морковку. Лук сегодня не буду, уже дети не хотят лук. Что-то посмотрела, спагетти никаких нет. Закончилось, только гречневый есть. А гречневый у меня только Света ест. Поэтому решили с макарошками. Так, тайсону буду варить с вермишелькой, с пшеном. Это яйцо взбили уже для супа. Продолжаем готовить. Так, тут у меня закипело. Я закидываю картошечку для супика. Сейчас еще пенку сниму. Пенку я обычно снимаю просто в кастрюльку. Мне как-то кто-то писал, что Настя есть специальные ложки для того, чтобы снимать пенку. Не знаю, ребят, не видела таких ложек. И обычной ложкой. Мне так удобно. Здесь у меня, так, сейчас накрою. Здесь у меня жарится свинина. Свинину дольше жарить на, поэтому я ее в первую очередь закидываю, а потом уже курицу. Свинина с морковкой обжариваются. Для плова. Ну или что получится. Ладно, продолжаем готовить. Я всегда параллельно на кухне. Еще, если есть время, могу заняться или вышивкой, или чем-нибудь. Тут у меня новый процесс бисерный я начала. Вот к нему бисер. И сейчас постараюсь баночку одной рукой открыть и показать вам, что там за процесс. Вот такая вот красота у меня получается. Очень нравится. Это у меня, наверное, последняя деревяшка, которая в комплектации есть. И вот здесь вот все у меня для нее лежит. В железной баночке. А должен получиться вот такой вот кактус. Фиолетовый. Я видела у некоторых зеленый, ой, красным цветком. У меня с фиолетовым цветком. Это мне дарили. Это вот на деревяшку. Вот сюда вот так придется. И задняя сторона, и бисер здесь. Иголки вот у меня есть короткие. Здесь вот лежат в баночке. Не фокусируют с того, на чем она сфокусировалась. Коротенькие, а есть еще и длинные. Вот такие вот. Видите, они очень длинные. Но я ими пока не пользуюсь. Я люблю на пластиковой конве длинными пользоваться, потому что они тоньше. А эти чуть потолше, но они через деревянную дырочку хорошо проходят. Ну, те, кто занимается бисером, тот знает. Ну, и вот на такой стадии. Вот за два вечера я вот так вот за две ночи, можно сказать, вышила. Я сажусь-то после 12 обычно вышивать. И вот потихонечку вышиваю. Ну, это мое хобби, ребята. Мне одна моя подписчица написала. Настя, правильно я делаю, что у тебя есть свое хобби. Это как отдушину. Получается, я весь свой гнев, или наоборот, всю свою радость я выпускаю вот. Это у меня как отдыхалочка. Я с этим отдыхаю. И душой, и нервами, и всем, 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 чем вздумается. Ну, мне нравится. Вот так вот получается. Видите, как красота. Сдалека, смотрите, как сдалека классно. Вблизи смотришь, оно как-то все расплывчато. А вот сейчас затру на камеру, и классно рисунок получается. Напишите, кому нравятся вышивки. У меня есть, кстати, канал Влог Крокоделия. Туда обязательно подписывайтесь. Ссылочку оставлю в описании. Так что подписывайтесь туда, и будем там общаться. Ну, а сейчас у нас дальше продолжает готовиться. Тайсон начинает обязательно сварить кашу, потому что каша у него закончилась. Надо обязательно приготовить. Меня как-то тут спросила женщина. Настя, а ты вообще обычно, Тайсон, какую крупу варишь? Я, какая есть много, то и варю. Обычно мы покупали ему перловку и сечку, овсянку брали. Специально ему кашу варить. Но у меня вот сейчас оно, например, закончилось. И поэтому у меня тут остатки есть немножко вермишели, есть вешенол, и из этого и сварю кашу. Плюс куриные отходы делаю для него. Так что вот как-то так. Сейчас жду зарплату. Мне надо купить замазку для замазывания трещин. Не могу дальше продолжить ремонт делать в коридоре, потому что мне надо купить туда замазку. И у меня закончился клей обойный. Мне надо купить клей. Сейчас получу зарплату и будем продолжать. Что нынче планирую из стройматериала брать? Был такой вопрос. В первую очередь, это листы ДВП. Мне надо купить, потому что у нас они закончились на маленькую срау комнату, и на большую мне надо купить. И в большую комнату мне обязательно надо купить линолеум. Плюс, ну в этом месяце, я не знаю, смогу, нет. Мне на абордюры, на пол, в две комнаты получается, на маленькую и на зал. Ну, не знаю, смогу я сразу все купить или нет, потому что, как вы понимаете, зарплата не резиновая. Посмотрим. А если не получится, значит в следующем месяце что-то возьму еще дополнительное, и потом придется мебель опять отодвигать, что-то доделывать. Ну, там посмотрим. Поживем, увидим, как говорится. Главное все доделать. И потом, вот как доделаю все это, коридор все доделается, буду я потихоньку делать уже подготовку пристроя к ремонту. Весна начнется, потеплее будет. Будем в первую очередь мне надо купить железо на крышу поменять, потому что там крыша протекает. В первую очередь мне надо железо, потому что в ней текла крыша. Купим железо, потом мне надо листы ДВП, мне надо доски потолочные, потому что там потолка вообще еще нет. Там сразу крыша идет. Потом ДВП мне надо будет. Также туда надо будет линолеум. Ой, ребят, туда еще, знаете, я даже боюсь представлять. Будем потихоньку все делать, по мере возможности. Но так как у меня за последний месяц зарплата за январь упала аж на 130 долларов, минус ушла. И я переживаю, что у меня за январь даже и 100 долларов не наберется. Поэтому я пока ни на что надеяться не буду, но буду все равно как-то что-то делать потихоньку. Я, по идее, всегда делала. Потихоньку, понемножку сделаем, как говорится, божьими силами. Поэтому посмотрим, поживем, увидим. Ладно, дорогие друзья, буду продолжать готовить, кушать. Потом вам все покажу. Оставайтесь с нами. Так, закинула уже курицу. Свинина уже более-менее поотомилась. Сейчас вот курочку закинула. Пусть теперь томится под крышечкой наша курочка. Ну, а там у меня кипит суп. Сейчас пенку уберу и буду закидывать уже макарошки. Сейчас попробовала на канал Влог рукодельных заснять вот на эту экшн-камеру видео. Вот, ребят, не научусь ей никак пользоваться. Посмотрю, если у меня получилось, то потом смогу тоже с собой брать. Только мне надо для нее какую-то палку, что ли, штатив, чтобы в руках можно было взял, прикрутил и носить. Вот лежит. А что-то не снимаю, ничего на нее. Вот хочу попробовать. Вот такая вот у меня модель. И вот хочу попробовать сделать. Смонтирую сегодня, посмотрю, получится или нет. Так, я поставила делать зажарку для супа. Суп уже закинула яйцо. Супчик варится. Напишите, ваши дети любят с яйцом суп? Мои дети обожают с яйцом суп. Ну, а тут для плова все еще тушится мяско. Я его обязательно долго протушу и потом еще немножко, чтобы оно поджарилось. И получится очень вкусный плов. Продолжаем дальше готовить. Так, сварила я уже суп с макарошками и с яйцом. Ну, вот такой вот вкусненький он у нас получился с крылышками куриными. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Также обжарила яйцо с макаронами, деткам. И поставила уже второе. Сейчас, подождите, покажу вам. Тут уже закинула рис. И сейчас будет вариться. Чаще только помешивать, чтобы не прилипало. Также поставила варить тайсону. Сейчас вода там закипит и надо будет закинуть крупу. Готовим дальше. Решила помыть холодильник. Вот уже все убрала. Сейчас, видите, вот как вот так вот молоко налить надо. Все полки поубирала, поснимала. Здесь уже более-менее обтерла. Ну, вот опять что-то все накидали. Моем холодильник. Видите, все заляпали. Вот, дети ж. И сейчас покажу, какой у меня хаос творится на столе. Хаос. Мама уборку делает на кухне. Вот так вот. Когда мама готовит уборку на кухне делать, все обязательно сюда поели, принесли тарелку, поставили. А зачем убирать? Мама же все сама сделает. И вот так вот у меня сейчас на кухне творится. Пока я кушать готовлю, сейчас буду прибираться. Все это перемывать. Полки подснимала, сейчас буду все их перемывать. Так что, как-то так. Потом покажу вам результат, что у меня получится. К нам пришли в баню и принесли деткам яблочки и мандаринки. Вот так вот. Женщина знакомая, не родственники, а женщина знакомая. Ход к нам в баню приносит вот так вот иногда деткам. То яблочки, то конфетки, то еще что-нибудь. Огромное спасибо. Так, все, помыл я холодильник. Пока еще ничего не слаживаю. Вот так немножко. Гранат тут лежит, дети не доели. Вот так вот помыл. Напишите, пожалуйста, как вы часто моете холодильник. Будет тоже очень интересно. Так, холодильник помыла. Осталось только помыть все здесь и девочкам посуду помыть. И все. И считайте, будет порядок на кухне. Сейчас все это быстро приберу. И все. Кушать я уже сварила. Сейчас осталось только прибраться. Так, банки в стол убираются чистые. Ладно, дорогие друзья, я сейчас приберусь. Ну, а вы оставайтесь со мной. Я это, конечно же, засниму. И на ускоренность музыкой сделаю. Если вам понравится, не забывайте поставить лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Так, все прибралось на столе. Все помыла, все убрала. Сейчас осталось только детям помыть посуду. Помыла яблоки, помыла мандаринки. Пусть так тут и стоят. Ребятки подбегают и берут. В целом, вот такой вот был день. Сейчас наложу маленьким остывать кушать. Всем привет. Да, всем привет, Маша. Поздоровалась. Маша, вкусные мандаринки? Там они мыты. Их мыть не надо. Уже ты в курсе? Так, в целом, наложила супик. У нас Ваня с Мариной в супе не любят мясо, когда большой кусок. Потому что, видите, крылышко куриное. Я им отдельно мясо потом положу, когда они супик съедят. Вот такой вот супик у меня получился с яйцом и с макроем. Маша, это ты любишь такой суп? Да. Да, это у нас любимый суп, потому что макароны. Ты что, макароны же любимые. И сварила кашку рисовую. Ну, это на плов не похож, а больше похожа каша с мясом. Со свининой и с курицей. Ладно, все уже остывает. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Мы все уже помылись в бане. Маша сейчас сушит свои волосы. Всем, кто сегодня пришел в бане, всех с легким паром. И всем говорим, да, Маша? Пока-пока!